Продолжение следует... 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 И мы должны подготовить не просто специалиста, а профессионала, специалиста, который способен решать профессиональную задачу. У каждой этой задачи есть на входе ключевые факторы, есть ключевые результаты. Кроме того, человек находится в процессе, находится в системе, в компании. Естественно, ему необходимо понимание снежных областей, то есть широта взгляда должна быть, как Дмитрий Анич сегодня на вводной части сказал, да, тишейк специалисты, которые... И, собственно, следующий шаг – это профессиональная мобильность, то есть знания и компетенции, которые получаются на программе, они достаточны для того, чтобы увидеть снежные области и есть необходимость переключиться или взаимодействовать со снежными функциями. И картина такая, как вы видите, компас, навигатор, цифровое пространство, сегодня, конечно, финансовая функция, она трансформируется. И от узкого, скажем так, понимания... От узкого подхода к решению каких-то расчетно-вычислительных задач, сегодня финансист становится партнером бизнеса, потому что сегодня хороший финансист тот, кто понимает, что нужно бизнесу, и в чем, собственно, его роль и его вклад в успех бизнеса, понимание этого, да, собственно, вот вкладываем это в понятие к людям, которые у нас учатся, для того, чтобы четкое осознание было. Не просто выучить инструмент какой-то и применять его, а понять, в чем заключается задача, какова проблема, с чем она связана, найти тот инструмент, который является подходящим для решения этой задачи, и все это вместе должно быть привязано к цели бизнеса, которые сейчас все идет. Поэтому, какие варианты сегодня есть, или названия должностей, какие могут быть в работах в комплектациях, названия должностей непринципиальными. То есть главное понимание того, какую пользу человек, обладающий знаниями финансовых принципов, пониманием, взаимосвязи финансовых показателей, анализа этих показателей и поддержки, собственно, управленческих решений на разных уровнях управления, имеет вот, собственно, такого специалиста в манерах управления. Ну и дальше слово Станислав Станислав, что он свойственен в манере. Ну, как сегодня уже подводка была сделана, да, по поводу широты взглядов, а не шахтный принцип, который в бизнесе часто называются, он прямой как шпала, да, то есть вот он прямой как шпала, и он не двигается. В связи с этим мы сталкиваемся с тем, что люди, которые к нам приходят, они изначально подвержены влиянию стереотипов, которые на них влияют. То есть так или иначе мы все с вами профессионально деформированные люди. В связи с этим вы начинаете на мир смотреть через свою профессиональную квалификацию. То есть чем вы занимаетесь, это начинает вас корежить, и вы начинаете мир воспринимать через то, с чем вы имеете дело. И это распространяется на вас, на ваших коллег, это точно так же воздействует на ваших руководителей, соответственно, на тех, кто ведет бизнес куда-то. И вот в этом средневзвешенном таком компоте-миксе этих стереотипов приходится находить общие точки соприкосновения и вырабатывать некие концептуальные решения, которые помогают бизнесу быть эффективным. И в итоге мы сегодня даже уже говорим не о том, что мы учим финансистов, а мы учим всех понимать финансовую проекцию, учим тех, кто хочет понимать, как это можно мерить языком цифр, и выходить как раз за пределы своей узкой профессиональной компетенции и учим смотреть шире. То есть в итоге мы фактически как раз боремся с этим шахтным принципом, выводим за широту кругозура, и даже вот эти вот M-вещи, они становятся для нас уже в какой-то степени само собой разумеющимся, и даже в какой-то степени вчерашним днем. Потому что комплексное восприятие проблем бизнеса – это удел в бизнесе сегодня, к сожалению, немногих. То есть проблемы соседа настолько не тревожат, что приводят к тому, что бизнес просто рушится, все делается ради каких-то мелко эффективных телодвижений. Поэтому когда мы говорим про инструменты финансов, мы учим не только понимать формулу, но учим понимать и ограничения, учим разбираться в сути этого инструмента, сопоставляем с логикой принятой задачи к исполнению и подбираем как раз тот самый инструментарий, который наиболее эффективно помогает вам решать эту самую поставленную задачу. То есть вот здесь очень важно понимать, что инструмент подбирается под решаемую задачу. В нашей с вами области нет того, что является догматом. То есть есть вещи, которые в книжках написаны, что они правильные, а мы на занятиях учим выходить за пределы формул и понимать смысл. И эта формула иногда сильно трансформируется и иногда подбирается своя. А иногда мы отказываемся от этой формулы нафиг, потому что она не работает. То есть это догматы, которые сделаны на других ограничениях, и этот инструмент, он серьезно сужает вашу реальность, и вам надо сделать что-то свое. В итоге мы стараемся прививать как бухгалтерам профессиональным, которые привыкли делать отчеты и сдавать, и не выходят за пределы цифр, прививаем навык аналитического мышления и рекомендации о последствиях этих самых решений. Аналитиков учим не просто считать грамотно и быстро, а думать и давать рекомендации, а руководителей корректно ставить задачи, понимать, куда это все выводит, и соответственно сеять культуру информационного, не вакуума, а заполненности и несмысленно. То есть вот это вот то, чем мы занимаемся на наших программах. Поэтому, когда мы говорим про вот эти вот стереотипы, ну да, они существуют, и сегодня мы это, к сожалению, видим, и в бизнесе это видим, и даже среди слушателей видим. И некоторым, ну скажем так, бывает, что удается сохранить свое статус-кво, то есть он приходит за новым, но не готов выйти за свои скрепы и остается вот в пределах. Главное смысл посчитать. То есть, а вот что с этим делать, это уже как-то не моя проблема. Вот с этим мы боремся на протяжении всех наших занятий. То есть люди, которые приходят сюда и хотят выйти за рамки своих вот этих вот стереотипов, восприятий и поведения, они так или иначе получают искомое и, соответственно, могут делать бизнес более эффективно и функционально. Ну и в качестве иллюстрации веселой есть такое течение, то есть мы сплетаем финансы с управлением, то есть мы не говорим о том, что финансы это чисто про математику, мы говорим о том, что любому специалисту, любому функциональному, так сказать, руководителю необходимо понимание финансов, то есть к чему это все приводит и как через метрики финансовые можно пощупать эффективность и целесообразность технических решений. На наших программах мы как раз говорим о сплаве управленческих идей и направлений с метриками, которые финансовых инструментов можно пощупать. И вот даже такие вещи, как противоречие по концепции максимизации гранатства акционеров, иногда мы очень здорово препариваем. То есть можно все довести до абсурда. И вот организационные экологи, которые в теории организации школы такая существует, они в свое время провели исследование и заметили, что те, кто 20 лет назад входили в верхний топ списка Forbes 500, через 20 лет перестают существовать. Компании просто разоряются и умирают, потому что по благо максимизации стоимости это провоцирует ко всякого рода нелицеприятным действиям, и менеджмент провоцируется на действия, наносящие ущерб фирме в угоду сиюминутной выгоды. То есть фактически возникают всякого рода пирамиды финансовые, еще чего-то. И все это можно заранее пощупать, это можно все просчитать, это можно предвидеть и можно выстроить соответствующую линию национального поведения. То есть это уже такой стратегический подход. И вот в каждой программе у нас своя проекция. Аналитика это видит и рекомендует, партнер по бизнесу соответственно советует как это сделать, а руководитель, который пришел через цех, понимает, он соответственно знает, как грамотно ставить задачи, чтобы не довели до абсурда узкофункциональные специалисты, его детище, его бизнес, которые у него будут контролировать. То же самое в отношении владельца. Ну на финансовом директоре, на дистанционном эти вопросы вообще рассматриваются системно. То есть мы там готовим людей, которые, скажем так, готовы полностью познать все особенности труда финансиста во всех его проявлениях, включая и стратегический план. Ну и последнее, это тоже такое достаточно тяжелое явление. Борьба со своим восприятием, через восприятие со стереотипами приводит к тому, что мы все время вынуждены ставить перед собой вопрос о том, ну адекватны ли мои представления о том, что происходит. То есть вот есть реальность в том виде, в котором, так сказать, я ее понимаю. Вот она. Есть действия, которые я буду предпринимать, но между реальностью и действием есть как раз то, о чем мы говорим. То есть есть ваши стереотипы, которые создают вот этот вот эффект восприятия. И в итоге я могу по всем сигналам понимать, что мой бизнес сыпется, и над ним нависла угроза, и у него проблемы, но у меня будет шапка закидательское настроение по поводу того, что все обойдется, и я буду спорить, я буду подавлять статусом, я буду, так сказать, давить харизмой, пока не накроют. То есть вот феномен структурной инерции, который точно так же в этих всех вопросах проявляет себя, он приводит к тому, что организации терпят бедствие, потому что нету открытого восприятия происходящих изменений, и нету нормальной сенсорики, которая позволяет вам это все почувствовать. Вот на наших программах мы как раз за грамотную систему координат, которая обращает внимание на то, что иногда даже в книжках не пишут. То есть с учетом опыта людей, которые здесь преподают, а у многих по 20 лет, и идеологии выстраивания управления бизнесом в крупных группах, возглавления крупных направлений, то есть вам это все здесь очень неплохо препарируется, юбежата, системно доносится. Ну, я готов отметить, наверное, вопросы какие-то, в случае, когда мы дойдем, да? Здесь Александр Вячеславович все не добавит. Здравствуйте, друзья. Еще раз. Ну, я могу лишь добавить то, что вот на наших программах, и в частности, вот программа финансовый менеджмент, она, как правильно было замечено, она является основной, базовой скорее, да? То есть на этой программе уже дальше можно выстраивать все остальные направления, в частности, финансовый директор. Здесь же мы можем с вами поговорить о том, с чего начать управление финансами. Вот здесь слово финансовый менеджмент, оно может, ну, скажем так, не то, чтобы вводить заблуждение, оно может по-разному восприниматься. Поэтому давайте мы его просто переведем на русский язык, как это возможно, да? И пусть это будет управление финансами. Когда мы говорим о, допустим, там, продажах, когда мы говорим о производстве, когда мы говорим о производственном менеджменте, это нечто такое усложненное, да, уже на уровне даже слов. Когда мы говорим о управлении производством или управлении продажами, уже вроде понятно, что нужно делать. Нужно подбирать какие-то подходы, приемы, способы. Когда мы можем этим управлять? То же самое с финансами. Мы говорим о том, каким образом, с какими приемами можно подходить и на основе чего эти приемы могут быть основаны, говорится, чтобы с одной стороны они давали какой-то эффект, и с другой стороны, чтобы не делать еще хуже, чем было до этого. Соответственно, каждый, кто приходит к нам на программы, здесь может получить разные знания, и кто-то может действительно остаться при своих, да, то есть сохранить статус-кво. То есть кто-то может действительно перевернуть свое представление о финансах, о управлении финансами. Кто-то может получить просто какие-то, ну, какие-то отдельные сведения, которые просто дополняют то, что уже где-то было получено, кто-то где-то что-то уже слышал. Какие-то отдельные вещи, которые просто кажутся полезными. И это тоже хороший эффект, хороший опыт. Потому что, ну, в конце концов, у нас у всех с вами, скажем так, разный может быть и бэкграунд, и разный опыт работы, и разные представления о том, что хорошо, что плохо. Поэтому надеюсь, что вот эти вот программы и та информация, те сведения, которые мы попытаемся вам представить, они будут так или иначе вам хотя бы даже полезны. Ну, и еще один момент о восприятии. Да, действительно считается, что финансы менеджмент и вообще все связи с финансами, это все считать, все просчитывать. И действительно кажется, что любой эффект, любое движение компании можно заранее спрогнозировать и просчитать. А если мы просчитали, и у нас ничего не получилось, значит, плохо просчитали. Значит, лучше считать. И поэтому, действительно, давайте, вы расскажите нам, что нужно считать, как это делать нужно. Какие нужны нам для этого новые приемы, новые модели, новые инструменты. А вот на самом деле мы еще поговорим о том, что какие-то эффекты можем просто угадывать, да, чувствовать, да, интуиция. Вот, а некоторые вещи нельзя просчитать. И, соответственно, для менеджера финансово особенно, поскольку мы уже говорим о финансах, и за неправильные финансовые результаты еще могут спрашивать строго, вот какие-то вещи можно спокойно сказать себе, что а вот их просчитать на самом деле толком-то и нельзя. И в каких-то случаях мы действительно должны здорово прикладывать усилия и беспокоиться, как это лучше понять, как это лучше просчитать. В некоторых случаях некоторые вещи, некоторые события или явления, они плохо просчитываются. И вот здесь для менеджера важно сохранять спокойствие, да. Какие-то вещи мы можем изменить, какие-то вещи мы можем спрогнозировать, прочитать, какие-то нет. И на то есть красивые теории, красивые подтверждения. И вот очень, на самом деле, помогает в работе то, что некоторые сюжеты или некоторые моменты в работе с денежными фондами, с финансовыми ресурсами, вы понимаете, что вот эта штука может быть посчитана совершенно разными способами. Разные специалисты могут получить разные результаты, но не потому, что вы что-то не знаете, а потому что это на самом деле очень сложно прогнозируемая вещь. Это очень сложно прогнозируемое явление. И иногда, собственно, менеджеру проще оставить за скобками свое желание что-то знать дополнительно или знать все, а ограничиться на тех вещах, которые он действительно может сделать, исходя из той информации, которая у него есть. То есть для менеджера важно изменять или просчитывать, или управлять теми вещами, которые реальными в условиях управляемы. То, что неуправляемо, этим управлять, наверное, не нужно. Нужно подстроиться, возглавить этот хаос, по крайней мере, но не просчитывать его. И вот эти вещи мы с вами будем говорить как раз на программе финансовый менеджмент. То есть чем можно управлять реально, что управляемо, а что является некой системой, в которой мы должны просто лавировать, обходить сложные вещи. Это как управление кораблем. Вы можете проходить шторм, но какой-то шторм вы не пройдете, потому что лучше остаться в гавани. Вы можете пройти между скал, нанимая хорошего лоцмана, но вы не сможете их просто сломать кораблем, потому что, скорее всего, будет наоборот. Вот как раз в лавировании, в информации, в методиках, в причинах и следствиях финансовых и заключается искусство менеджера. Вот поэтому я вас приглашаю на этот разговор поговорить об этих приемах и тех, скажем так, сложностях или наоборот тех преимуществах, которые вы получите, прослушав наши курсы и узнав вот эти сведения, которые мы вам постараемся рассказать. Ну, если это возможно, в общении с вами мы узнаем какие-то дополнительные, скажем так, ваши интересы, которые мы постараемся дальше тоже вместе с вами обсуждать, раскрывать и, скажем так, чтобы для вас эта информация была не только интересной в общем смысле, но и полезной, прикладной. Наверное, у меня все. Я вроде взял слово на три минуты, на три секунды даже, а так как-то немножко увлекся, да? Да, я добавлю тогда к выступлению коллег еще один момент. Мы в этом году вышли на идею, что, наверное, надо попробовать сделать программы такого немного другого формата. Это программы наши, вот три программы сейчас у нас новых, программы модульные, то есть они интенсивно, коротко идут, но два полных дня максимального погружения, потом период осмысления того, что получили, опять два дня интенсивной практики обсуждения, разговора, опять перерыв и дальше. То есть и, собственно говоря, выходим на некий... ... 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 В.ПУТИН. 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 с наличием, допустим, диплома или подготовки. Абсолютно нормально. Ну, как вообще практика, допустим. Смотрите, значит, есть закон об образовании. И в любой компании нормальные специалисты HR-служб, они прекрасно этот закон знают. Значит, если у человека есть законченное полное высшее образование, то есть это либо диплом специалиста, либо диплом, соответственно, двух ступеней, бакалавриата и магистратуры, то это считается законченное полное высшее образование. Ну, как бы цикл. Дальше уже могут быть еще какие-то виды. Например, если по вашей конкретной должности, внутренними, может быть, стандартами организации, предусмотрены какие-то требования, да, то тогда может быть, что нужно обязательно высшее экономическое или там высшее юридическое или еще какое-то, да. Но в целом по компаниям, коммерческим организациям, кроме тех должностей, по которым законами, федеральными или профессиональными стандартами предписано наличие специального образования высшего. Во всем остальным, во всех остальных случаях, наличие диплома о профессиональной переподготовке, оно подтверждает, в дипломе у вас даже написано, что вы прошли итоговые испытания, и комиссия подтверждает, что вы имеете право осуществлять деятельность в данной сфере профессиональной. Ну, здесь, может быть, знаете, как вопрос заключается в том, есть ли, может быть, какая-то информация, подтвержденная вот уже реальными, допустим, историями, да, то есть вот у вас там прошло 50 человек, там, курс переквалификации, из них 20 человек полностью сменили свою сферу деятельности после того, ну вот как-то или вот… Есть у нас такие данные, может быть, не такая супераналитичность этого, но смотрите, если человек приходит, то, значит, он уже принял решение о том, что он хочет поменять сферу деятельности, да, своей профессиональной. Например, приходят бухгалтеры, которые двигаются по карьерной лестнице, соответственно, им нужно двигаться дальше в финансовый менеджмент, и они идут на программу, там, финансовый директор, финансовый аналитик. Есть, например, менеджеры, которые, ну, особенно последние три года, когда произошло такое резкое замещение, да, по уровням управления, как бы с известными событиями, заняли должности финансовые, они приходят, потому что им действительно не хватает финансовых знаний для того, чтобы нормально осуществлять свою деятельность на этих постах. И диплома профпереподготовки для этого вполне достаточно. У нас был Лукоил, Гастром, Нефть, ДГО, преподайте. У нас действительно достаточно много случаев, когда люди физически занимают должности, но у них не хватает компетенции в силу именно подготовки. И они приходят закрывать вакуум именно для того, чтобы нормально выполнять свои функциональные обязанности. То есть есть вот такой тренд и такая траектория. Есть, сейчас, есть, соответственно, сюжеты, когда волна трансформации по отраслям приводит к тому, что люди ищут себя в смежных сферах. То есть вот, например, несколько лет назад была волна, сначала пришли медики. Медицина переходила из врачей куда-то еще, фармкомпании и так далее, и так далее. То есть вот люди приходили, учились, что такое продажи, они в маркетинг шли, они приходили в финансы. Некоторое время назад это были юристы. То есть вот такие вот тренды, они на регулярной основе возникают, где-то вот перенасыщение определенными специалистами, и, соответственно, люди ищут себя где-то. И, естественно, они находят себе применение. То есть вот такое тоже есть. Но бывают случаи, действительно, такие, которые уже тоже зафиксированы, но такой определенного рода тупики. Человек был генеральным директором, у него компания разоряется, он параллельно учится на финансиста, но найти себя как специалист по финансам он может не быстро в силу того, что предыдущий уровень над ним висит. И его не принимает среда, понимая, что у него серьезно больше возможностей, амбиций и пожеланий, и брать его на линейного исполнителя, ну, как бы не очень хочется. То есть вот такие как бы тупики тоже есть. Однако он тоже себя нашел, потому что через знакомых и коллег себя представляет. Ну, я, Максим, вот уточнить тогда вопрос. То есть вы сомневаетесь в том, что достаточно будет знаний, или вы сомневаетесь в том, что ценность диплома для работодателя... Ну, здесь скорее второй, это второй. Здесь есть про второй. Ну, зависит от того, какой вы, естественно. То есть диплом высшей школы экономики, это... Ну, на сегодняшний день, да. На сегодняшний момент, да. То есть с точки зрения реакции работодателей, да, это вот прям такое... Это другое. Это разные, это вообще разные вещи. Смотрите, если вы собираетесь... Ну, то есть если у вас есть бакалавр, бакалавр в уровне, да, и вы не завершили вот это высшее образование, то есть вторую ступень высшего образования получили, тогда, да, возможно, необходимо пойти в магистратуру. Если у вас, например, есть диплом специалиста, или у вас уже есть диплом бакалавра и магистра, то и вы... Ну, скажем так, бакалавр, бакалавр плюс магистр равны специалисту. Ну, так, условно. Ну, условно. Нет, это тоже вышка. Это вышка и еще какая вышка, да. Ну, реальный сектор. На сегодняшний день тренд идет именно в ту сторону, что каждому специалисту нужно уже, ну, как вот это, как must have, must know, то есть нужно понимать финансовые знания, чтобы их интерпретировать, и свои решения в этом уметь выражать. То есть общее понимание должно быть, это становится уже языком общения. И проблема в том, что я закончил лингвистический, я в этом ничего не понимаю, я цифры боюсь, и как вы подходите ко мне, и что вы там тарабарщины свои говорите, это мне не ясно. Вот это вот проблема. С ней мы как бы решаем. Но относительно вашего вопроса по поводу, как воспринимает работодатель, ну, каждый, естественно, будет воспринимать по-своему. Пусть стереотипы у людей свои, о чем мы с вами говорим. То есть есть те, кто действительно прям вот как соцзаказ, они к нам присылают людей, и они готовят своих людей для того, чтобы они стали на ступеньку лучше. Есть те, кто учатся сами, пытаются постучаться в закрытые двери, где никого не воспринимают из опыта работы, и там, соответственно, будет закрыт. Ну, так или иначе, вода камень точит, да, и, соответственно, дорогу осилит в будущем. В данном случае индивидуальную траекторию, предсказать, непросто. Но то, что востребованность есть, это абсолютно точно. Ну, у нас вот в прошлом году молодой человек выпускался в программу просто переподготовки, в подготовке у него базовое образование было переводчик международной экономикой, переводчик, он заканчивал МГИМО, и он понимал, что ему вот как-то больше финансовый. Он закончил программу, он фактически программу просто переподготовки закончил для того, чтобы пройти 5 туров, в исследовании, ну, в какой-то из компании четвертки. Да, и он прошел, он сказал, что ну, просто мы давно такого не видели, где вы учились. Ну, у нас, это короткая маленькая программка была по бухучету, но, как бы, вот она была узко специализирована на конкретные компетенции. Ну, вполне достаточно было, собственно, компании, достаточно, скажем, известной крупной, этих его, все равно тестирование, то есть вопрос же, что вы можете делать. Почему мы говорим, что мы пытаемся построить программы наши так, чтобы вы, не просто вот вы можете это или можете это, чтобы широта была и мобильность вашего вот этого восприятия. Вы знаете, это все равно собеседование, тестирование, вопрос, как вы говорите, насколько уверенно вы говорите, какими вы аргументами пользуетесь в ответ. Значит, спрашивают, скажи, назови проводку продажи. Ну, в смысле, проводку. Говорят, ну, ты на должное, главбуха, и делаешь проводку. Так, говорит, 1С же делает проводки. Так что, тут вопрос высшего образования. Есть врач-терапевт. Да, вот он там 15 лет работал или 20 терапевтов. Ему сказали, извини, нужно, но сейчас у анестезиологов не хватает. Он проходит профпереподготовку 250 часов, чтобы стать анестезиологом. Вот как мы оцениваем, достаточно или нет? Одна из высших квалификаций. Да, вы высших квалификаций. Здравствуйте, спасибо, что делили нам сегодня время. Я сейчас на данном моменте являюсь операционным директором в IT-логистическом компании. Надо перестать называть это стартапом. И столкнулись с такой вещью, я приведу к чему этот вопрос в итоге, с тем, что есть финансовые аналитические показатели, которые существуют десятилетиями, которые все хорошо знакомы. Наша компания столкнулась с тем, что буквально недавно, до событий полутора лет назад, которые начались, все гнались за количеством пользователей, за количеством скачиваний. Сейчас этот показатель в нашей стране больше мало кого волнует, потому что понимаем, что мир стал ограниченным. Наша компания уже сложнее будет выйти на другой мир. И сейчас все стали перестраивать показатели финансово-аналитические в пользу того ценности клиента в целом, уже конкретного привлеченного. И также использование разного софта для финансовых инструментов, которые упрощают жизнь. Разные CRM-системы интеграции мы ведем с нашей внутренней системой. Вопрос в следующем. Как часто обновляются ваши программы обучения? И рассказываете ли вы внутри них о дополнительных программах, которые помогут специалисту при работе уже ежедневной? Да, это второе софт. Первое – это мир изменился с СО, и немного другие показатели стали иметь более высокую ценность. То есть я прям доволен. Была Uber-модель, за которой гнались именно в моем направлении, в моем секторе. Дальше эта модель больше перестала существовать, потому что раздувать все не могут, кроме маркетплейсов, еще осталось только там. Вот интересно, как быстро вы подстраиваетесь под тренды, которые происходят в этих реалиях? Ну, отвечу на ваш вопрос тогда таким образом. С учетом определенного системного опыта, полученного за годы практики и выстраивания, так сказать, идеологии управления в бизнесах, все модели, которые так или иначе появляются, я их по своему такому бэкграунду и полученному, скажем так, житейскому опыту всегда тестирую на предмет работоспособности. Поэтому, когда что-то появляется новое, я проверяю это просто через ту систему координат, которая уже сложилась. И оказывается, что слабости этих моделей можно было бы заметить, но несколько раньше, чем они потом становятся очевидными для всех. В итоге получается так, что знание некоторого числа принципов, как говорил известный математик Кельвец, заменяет необходимость знания огромного числа фактов. То есть вам не нужно каждый частный случай препарировать, чтобы выявить его хорошесть или плохость. В итоге вы, когда получаете некие понимания о принципах, умение их применять, вы накладываете их на свой уникальный бизнес-контекст. И это срабатывает, это дает вам ту самую инструментальную поддержку, которая помогает принимать решения эффективно для вас. А вот насколько каждый из этих инструментов силен, слаб, где он хорош, где он плох, вот этим мы как раз на занятиях и занимаемся. То есть метрики, которые новые появляются, мы их, естественно, точно так же рассматриваем, тестируем, отслеживаем, но их работоспособность, она, соответственно, должна подтверждаться условными годами. То есть есть база, про которую мы говорим все время, плюс интерактив с аудиторией, которые вбрасывают свои вопросы, и мы на них даем ответы по ходу. То есть в связи с этим знание всегда живое. В этом смысле оно всегда для вас сильно работоспособное. И если какие-то нюансы за пределами рассмотренного, то в перерывах, после занятий мы точно так же продолжаем дискутировать. То есть это такой интерактив, который не прекращающийся. В этом смысле как раз ДПО, оно отличается от классического бакалавриата и магистратуры. Там люди со школьной скамьи, с ними поговорить о бизнес-проблемах не представляется возможным, потому что они с земли не нюхали, они не сталкивались и не чувствуют эту проблематику. А здесь мы именно занимаемся прояснением и выстраиванием подходов системных к принятию решений. Поэтому на ваш вопрос, да, есть. Да, актуализируем. И с точки зрения софта, ну, тот, что попадает в зону внимания, естественно, тоже обращаем на это внимание. И если оно стоит того, чтобы к этому прикоснуться, точно так же рекомендации даем. Ответил? Надеюсь. А по предыдущему вопросу еще один тренд, про который не сказал. Вот последний тренд, который я фактически выявил в этом году, он появился, наверное, раньше, но так как один раз случайность, два системы, у меня уже набралось сразу несколько кейсов. Люди из IT приходят изучать финансы, потому что они работают в сфере автоматизации. И проблема, с которыми сталкиваются, отсутствие системного понимания, как и бухгалтер, он не видит. Один из чего-то считает, он не понимает методологию учета, а программист, он ходит, он классно ходит, но он нифига не понимает, что он ходит. И вот с этим они точно так же вынуждены бороться. То есть люди приобретают системный кругозор, и они становятся эффективными в постановке задач и в оптимизации производительности труда, в решении их на местах. То есть они исключают кучу лишних телодвижений, которые раньше просто были, давайте что-нибудь сделаем. То есть они через смысл к постановке задачи подходят. Поэтому это вот... Наверное, начну с, может быть, со второго вопроса. Добавлю просто немножко. Ну, на самом деле, здесь еще такая деталь по поводу... Ну, я просто вот обратил внимание на слово показатели, как они обновляются. Здесь штука вот какая. Показатели, в общем-то, наверное, те, которые за все время существования финансовых наук и финансового менеджмента, как науки или дисциплины, давайте так скажем, дисциплины, их очень большое количество разработано. И, в общем-то, как известно, все новое, это редко, когда истинно новое. Это, в общем-то, в какой-то степени где-то забытое, старое или, может быть, не забытое, но это по-другому просто нарисованное. Поэтому, вот насколько я могу судить из того, с чем сталкиваются компании сейчас и как их можно оценивать или мерить их экономическую эффективность, заключается в том, что из десятков, я бы даже сказал, сотен различных показателей и, наверное, все-таки десятков различных моделей разной степени эффективности задача подобрать определенные сочетания тех показателей или подобрать те модели, которые будут описывать работу компании вот сейчас, вот в этих условиях. В разных случаях это все происходит по-разному. Поэтому, если, допустим, компания сталкивается с какой-то новой для себя реальностью, это не означает, что для нее нужно разработать новую концепцию и нужно для нее разработать что-то новое. Это действительно какие-то определенные принципы, которые уже есть сейчас. Мы накладываем на данную компанию и дальше уже подбираем вновь изменившие условия, но, опять же, они не радикально новые, они какие-то просто чуть другие. То есть мы не работаем в каких-то совершенно других условиях работы, мы не продавая какую-то продукцию по определенной цене минус какие-то затраты, мы не получаем какой-то совсем другой результат. Мы получаем либо прибыль, либо убыток. Модель работает так. Мы не получаем какой-то третьего варианта. Поэтому задача лишь в том, чтобы как сформировать оба эти показателя и как улучшить или изменить тот результат, на который мы рассчитываем. То есть как к нему относиться, что есть прибыль, да? Опять же, вот вопрос, как относиться к слову прибыль? Она должна быть какая у нас? А вот здесь мы можем вот сдаем, там, несколько, наверное, часов рассказывать, как ее можно по-разному посчитать. Да, естественно, будет ли являться для вашей компании прибыль тем критерием, который нужен. Иногда это критерий, иногда это вот не будет критерием. Давайте лучше посмотрим на другие показатели. Количество денежных средств, или, может быть, по покупателю, в конце концов, давайте будем считать. Для ритейла, да, это как раз вот критерий. Количество покупателей, средний чек, проходимость покупателей через рамку. Да, вот это критерий, может быть. А прибыль, может быть, и не самый главный, потому что он, может быть, не очень маржинальный бизнес. Поэтому мы здесь будем разговаривать о том, какие показатели есть и какие для разных компаний могут быть использованы. Уж какие будете использовать вы в своем бизнесе, это уже вопрос, наверное, ну, конкретно локального случая, да, конкретно этой компании. Две разные, там, три разные компании в одной и той же сфере, наверное, выберут, может быть, немножко отличающиеся, там, исходя из, там, стратегии компании текущего момента. Вот, Максим, я просто приведу какой-то совсем участный пример, наверное, из своей просто какой-то личной практики. Вот, скажем так, если взять, там, инженера, да, там, имеющего именно техническую специальность, но, вот, допустим, хорошо бы, если бы он умел или имел знание, допустим, там, финансовое, там, ну, конкретно в случае смертного планирования, да, то есть, если, допустим, человек, там, занимающийся производственным процессом, но он понимает, как выстраивается затратная часть, да, то есть, какие материалы, как будет использоваться и сколько это будет стоить и к чему это приведет, это намного лучше, чем просто инженеры или просто, там, технологи, или просто, там, руководитель какого-то производственного участка, да. Вот, и наоборот, если мы берем, допустим, сметчика, как вариант, да, который знает, как это все строится, как выстраивается себестоимость, там, продукта, но ему абсолютно все равно, мы возьмем этот материал или этот материал, то есть, у него по смете это не особо прописано, у него есть доступные материалы, которые он просто нагружает эту смету. Что это при, к чему это приведет, какое будет качество этого продукта, его, честно говоря, не то, чтобы не интересует, он просто не особо знает, как это все, технологии используются. Поэтому, что сметчик, то есть, базовое экономическое образование, если бы он переучился на, или, там, повысил свою квалификацию, или, допустим, даже переподготовился на производственную специальность, там, инженерную специальность получил бы, что наоборот, инженер, который имеет экономическую какую-то дополнительную специальность или прошедший курс переподготовки на, там, допустим, финансовую аналитику или, там, финансоменеджера, это всегда хорошо. Это, ну, просто, ну, как-то в два раза расширяет ваш функционал и вашу маневренность. То есть, вы понимаете, от вашего технического решения меняются экономические последствия. Вы можете применять разные материалы, разные подходы, там, в обработке материалов, их разное сочетание, скорость изготовления, то есть, вы понимаете, к чему это приводит. Мы на день увеличим срок изготовления чего-то из-за какого-то процесса, я вот не буду просто выдаваться в разные тонкости, и мы получаем разную затратную часть. Вот поэтому, если вы спрашиваете, а как к этому относится работодатель, замечательно относится, то есть, просто отлично относится. Я просто по своему опыту знаю, что мне бы, если бы у меня там работал, допустим, инженер с экономическим, опять же, с экономической подготовкой, или, наоборот, там, экономист или, там, семейчик с технической подготовкой, это, ну, на мой взгляд, там, полтора-два раза лучше, чем я бы взял просто по отдельности. Продолжение следует...